Короче говоря, я заболел. Это был градусник. Это был аспирин. А это ректальные свечки. Да, вы угадали. Я готовлю фотку с лекарствами в инстаграм, чтобы все поняли, что я заболел. Фотка сделана, теперь все эти формальности ни к чему. Даже непонятно, из-за чего я заболел. Может из-за того, что решил на морозе вынести мусор в одних шортах? Или потому что я ел дома мороженое в одних шортах? А может из-за того, что я стирал шорты в одних шортах? Да бред какой-то. Я ведь всегда был в шапке. Чем бы теперь заняться? Посмотреть кино, мультфильм или сериал. У меня полно времени. Посмотрю все 2137 серий Санта-Барбары. Мне пришло сообщение ВКонтакте. Оказалось, я выиграл в конкурсе репостов бесплатный тур на Ибицу. Мое сердце стало биться чаще. Я так обрадовался, как еще никогда не радовался. Стал читать подробности. Вылет будет уже завтра. Я так расстроился, как еще никогда не расстраивался. Но не стану отчаиваться. Ведь у меня есть еще целые сутки, чтобы выздороветь. Выпил одну таблетку. Две таблетки. Какую-то микстурку. Мне стало еще хуже. Я позвонил Роме. Попросил помочь мне. Приехал чихающий Рома. И так же быстро уехал. Я стал гуглить способы выздоровления. Закупаться горой лекарств. Мне надоело есть таблетки просто так. Поэтому я запекал их в духовке под разными соусами. Заправлял мазиком. И ел вместе с мороженым. Прошло 3 часа. Температура увеличилась до 38,7. Вернулся Рома. Попросил у меня таблеток в долг. Я отсыпал ему немного лекарств от кашля. Но он сказал, что у него ветрянка. Я спросил, где его сыпь. Вдруг сыпь на лице Ромы стала появляться. Я напугался. Сказал, чтобы он держался от меня подальше. Рома явно плохо себя чувствовал. Зачем-то пошел наверх. Во всяком случае, так спокойнее. Вскоре мне окончательно надоело есть таблетки. Пока я дышал картошкой. Хотя мне говорили, что ее сперва надо почистить и отварить. Я стал переживать за Рому. Надо ему помочь. Но сперва нужно защитить свое тело. Надел водолазку. Медицинскую маску. Строительную каску. Вроде норм. Пошел наверх. Медленно открыл дверь в комнату. Рома лежал на полу лицом вниз. Я подошел и аккуратно перевернул его. Он был ужасен. И был похож на зверя. Я перепугался. И чтобы проверить, понимает ли он человеческую речь, задал самый элементарный вопрос. Площадь Попуа Новой Гвинеи в гектарах. Но из-за его неадекватного поведения пришлось запереть дверь. Я спустился вниз. Переоделся обратно. Снова измерил температуру. 413,3. Странно. Выпью-ка еще одну таблеточку. Но она противилась. Умоляла не есть и ее, и ее семью. Как-то все это странно. Походу у меня передозировка лекарствами. И все, что я вижу, всего лишь галлюцинации. Надо прийти в себя. В комнату вбежал Рома на четырех лапах. Стал бегать вокруг меня и шептать что-то на португальском. Но я не понимаю, когда мне шепчут. После чего он поднялся на ноги. И оказался одет в официальный костюм. Затем превратился в школьника с рюкзаком. Сказал, что мне осталось немного. Потому что математичка знает, что я списал контрольную. Что-то меня совсем уже плющит. Я попросил его врезать мне. Он сказал, что с удовольствием. И вмазал, что было сил. Очнулся. Рома сказал, что еле откачал меня. Я измерил температуру. 36,6. Кашля и насморка не было. Я полностью здоров. Собрал чемодан. Переоделся в летний. Зашел в контакт, чтобы узнать, в какой отель меня заселен. И понял, что выиграл бесплатный тур в детский оздоровительный лагерь Ибица под Нижневартовском. Короче говоря, я заболел. Привет! Спасибо за миллион семьсот тысяч подписчиков. Давайте к лету попробуем набрать два миллиона. Мы будем вам очень благодарны. А также ставьте лайк и посмотрите предыдущие, короче говоря, на этом канале, которые выходят здесь два раза в неделю. Спасибо за просмотр.